Уважаемые любители моих научных и околонаучных роликов! Значит, сегодняшний выпуск ответов на вопросы номер 40 называется «Злой капитализм». Злой капитализм почему? Потому что многочисленные слушатели моих роликов, всякие говорят гадости о том, что, мол, я занимаюсь рекламой. Нет, рекламой не занимаюсь. Ни рубля от фирмы Лейц не получил никогда. От фирмы Фуджи тоже. Тем более от сыроделов, производителей коньяка и даже от ресторанов. К сожалению, если бы это происходило, я бы, наверное, жил бы намного лучше. Но в силу особенностей характера и проблем с воспитанием в неправильном виде, потому что оно было некапиталистическое по своей сути, я, значит, оказался малоприспособлен к той жизни, которую ведет современные успешные ученые, ну, то есть, которые делают вид, что занимаются наукой внутри страны, а в то же время сливают все, что можно на Запад, получают деньги оттуда и отсюда, из грантов и еще из 10 мест работы, и вертясь как одно существо на сковородке, они, так сказать, более-менее процветают. Нет, я этим не занимаюсь, я занимаюсь теми же самыми вещами, которыми я занимался и 40 лет назад, ну, может быть, немножко иначе, хотя ничего не изменилось. Я как занимался фотографией для того, чтобы фиксировать наш головной мозг, то есть его особенности и развития, и структуры, так и продолжаю заниматься. Но небольшая отрыжка от этого – это та самая художественная фотография, о которой я вам рассказываю. Просто, к сожалению, особенно рассказывать уже некому. Не от того, что я такой умный, одаренный, нет, как раз посредственность. А из-за того, что просто все люди, которые занимались классической фотографией, форматной, просто физически умерли. Ну, так случилось. Я тут ни при чем. Так вот, из-за того, что капитализм действительно процветает, из-за того, что я не в состоянии собирать деньги за рекламу, да и мне кажется, это неприлично. Если кто хочет чего пожертвовать, он пожертвует. А если не хочет, то и нечего и говорить. Почему? Потому что я рассказываю о том, что мне самому лично очень нравится. Но есть у человека личные привязанности. Вы же, например, не трясетесь, когда покупаете любимой девушке уже на третье свидание хороший букет цветов. Ну, она вам нравится, уже все понятно, что есть перспективы. А чего ж тут жидится на цветочках-то? Вот примерно так же я отношусь и к продукции выдающихся оптических фирм, механике камер, микроскопам, микротомам и к всему тому, чем я занимаюсь. Поэтому у меня, к сожалению, не реклама-то есть, но она, к сожалению, не коммерческая и ничего мне не приносит. Но, как вы знаете, коньяк, он дорожает. Сигары, тем более, смотрите, в несколько раз. В общем, жизнь становится все сложнее и сложнее, хотя я немного курю и еще меньше пью. Но, тем не менее, по этой причине я вынужден пойти на некоторые, как бы это сказать, непопулярные меры. Непопулярные меры, они состоят в том, что я, к сожалению, вынужден практически прекратить вот эти вот занятия, которые носят гуманистический просветительский характер. То есть мои ролики, где я отвечаю на вопросы, растолковываю некоторую свою позицию. И таким образом пытаюсь приобщить людей, далеких от науки, к тем закономерностям биологической эволюции человечества, которая, как мне кажется, субъективно, может помочь им выживать в этом мире. К сожалению, от этого мне придется отказаться, и теперь такие ролики, как «Ответы на вопросы», «Эволюция сегодня» и прочее, они будут выходить только от случая к случаю, без всякой регулярности, поскольку для их создания нужны достаточно большие средства, которых у меня, к сожалению, нет. И поэтому я приношу сразу извинения, но ролики такого типа, как сегодня, сегодня юбилейный, сороковой, ответы на вопросы, больше появляться вот с той частотой, которой должно было быть, и которой мне бы хотелось, не будут. Они будут появляться тогда, когда там на пожертвованиях появится около тысячи удобных енотов, потому что это примерно в эту сумму, вот эта вся работа, и, так сказать, входит. Опять-таки я говорю, что это не коммерческая моя деятельность, потому что я, как правило, с этого ничего не получаю. Так, теперь дальше. Поскольку, значит, гуманизм закончился, начался капитализм, злой, как соответствует ролик, вот в соответствии со злым капитализмом тех, кого уж очень раздирает желание получить какие-то мои ответы на вопросы, да, это тоже возможно, надо прислать вопрос на сайт издательства ВЕДИ, и тогда, значит, если вопрос ваш подойдет, и вы получите позитивный ответ, то по скайпу я вам все объясню. Но перед этим вы должны, значит, соответствующее пожертвование в рамках уже вышеозначенных тысяч енотов перевести на сайт, на вот те кошельки, которые там указаны. Не могу сказать, что это будет там многочасовая беседа, но около часа я смогу выделить своего времени для того, чтобы ответить на вопрос, если он вообще осмысленный. А так, извините, придется читать книжки и пользоваться теми роликами, которые, собственно говоря, будут выходить по просьбе людей, которые в состоянии их оплатить. Это не значит, что я такой меркантильный мерзавец. Но я много лет занимаюсь вот этой самой гуманистической просветительской деятельностью, которая, собственно говоря, ничего не приносит, кроме, скажем так, дешевой популярности и довольно неприятных оскорблений в интернете, которые я получаю все время. По этой причине, может быть, даже и Невзоров прав, когда он там отказывается шевелиться бесплатно. Хотя, когда мы с ним договорились о дискуссии у Гоблина, он почему-то не приехал. Ну, всякое бывает у людей. Вопросы у меня ко мне многочисленные, в том числе по существу. Чем я буду заниматься? Ну, я буду отчасти решать чужие проблемы. Это уже за деньги. Да, я веду, в том числе, проводил и намереваюсь проводить разные проекты, которые являются частными заказами. Да, безусловно. Но это в науке – это очень дорогое удовольствие, и на пустом месте оно не возникает. Значит, это, конечно, только повод для того, чтобы получить необходимые средства, чтобы за них заняться, за эти деньги вырученные, заняться собственными исследованиями. То есть получать райское наслаждение. Так что можно и позавидовать отчасти. Иногда это получается. Все, собственно говоря, исследования, которые я проводил большую часть жизни, они происходили как раз таким способом. Я благодаря научным исследованиям зарабатывал деньги от тех или иных заинтересованных лиц, а потом их тратил на свои научные изыскания. Но для того, чтобы не быть голословным, могу сказать, что на проекты по изучению раннего эмбрионального развития, у меня есть книжка такая «Эмбриональное развитие мозга человека», в которой я писал, кстати говоря, 13 новых подстадий, которые неизвестны даже в Институте Карнеги в США, и ранние стадии, которых никто никогда не видел, то есть там 11 день после оплодотворения, первый день после имплантации, таких материалов нет в мире. Даже на эти исследования не было выделено ни рубля, ни при советской власти, ни при злом капитализме. Более того, есть у меня такая книжка, называется «Эмбриональная патология развития мозга человека». Ну, как-то так, патология развития мозга человека. Я уже забыл, она вышла давно. Она посвящена механизму возникновения патологических состояний. Но, кажется, чего важнее в любой стране, чем формирование исследований, прямые, прикладные, направленные на выяснение причин возникновения патологии мозга. Ну, кажется, уж дальше некуда ехать. Важнее проблемы нет, учитывая количество и спонтанных абортов, и гибели детенышей. Так вот, и на эту тему ни разу за всю свою жизнь научную, а я уже практически пенсионер, я получил ни рубля ни от государства, ни от частных лиц. Поэтому решайте сами, насколько о вас кто-то заботится. А может быть, и совсем нет. Поэтому то, что было сделано, это было сделано, что называется, за свой счет. То есть за счет того, что выполнялись другие работы, с которых какие-то деньги удавалось выделять не на трусы и подгузники, не на коньяк и сигары, а на то, чтобы просто заниматься наукой. К сожалению, так устроен мир. И важные и нужные для людей проблемы ни у государства, ни у частных лиц никогда денег не хватает. Я думаю, что вы это и так прекрасно понимаете, прожив хоть какое-то время среди таких прекрасных людей. За это я, собственно говоря, готов и даже нарушить нравственность в рамках дозволенного. Это основное направление тех занятий, которыми я собираюсь увлеченно заниматься. Ну, кроме этого, должна быть, если вдруг я оказываюсь востребованным, то, конечно, в настоящее время, с учетом, скажем так, снижения какого-то ни было финансирования, да и интереса к науке, я буду вынужден обсуждать проекты, в том числе и негосударственные, очень тщательно, и готовить те проекты, эти проекты для того, чтобы они были внятно проверяемы и кончались внятным результатом. Дело в том, что, к сожалению, наука – это всегда риск. Но очень трудно идти по дороге, по которой никто никогда не ходил. Там дороги-то нет. И вполне естественно, может получиться, а может не получиться. Этим пользуются. Очень многие прохиндеи, которые высасывают из государства колоссальные деньги. Но для этого надо иметь соответствующие связи родственников, значит, этих самых сокамерников, или как там называется, когда они все вместе делят деньги, а потом по отдельности сидят. То есть у меня нет таких возможностей, и я, к сожалению, с такими людьми не знаком. В силу ряда обстоятельств. Поэтому мне приходится делать так, как я могу. Поэтому, уважаемые господа, я с вами, так сказать, в рамках гуманизма и просветительской деятельности я прощаюсь, поскольку больше не могу ее осуществлять по финансовым причинам. А в дальнейшем, может быть, мы с вами будем как-то пересекаться, уже или частным порядком, или благодаря тому, что какие-то будут приходить пожертвования, чтобы я мог делать публичные ролики такого типа. Ну, для тех, кого это нравится. На этом, уважаемые господа и товарищи, я с вами прощаюсь, хочу пожелать вам всяких приятных развлечений, интересной информации, высокой науки, может быть, она где-то и есть. Таким образом, чтобы ваши представления о мире непрерывно расширялись, а не сужались, как хотели бы очень многие люди, которые на вас паразитируют. Удачи вам, здравомыслия, интересных книжек, интересных передач. На этом до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова